Друзья, дорогие, в заключении нашего собрания хотелось бы еще предложить перед нашей общей молитвой, чтобы нам поблагодарить Господа за Его милость, за Его жертву ради нашего спасения. Для рассуждения прочитать два места Священного Писания. Прочитать два места Священного Писания. Первое место – это 1 Петра, 2 глава. Часть 7 стиха. 1 Петра, 2 глава, часть 7 стиха. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». Друзья, и второе место, оно будет несколько продолжительное. И своего рода оно как бы будет комментировать то, о чем мы с вами прочитали. Это Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 30 стих. «И пришед в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в синагогу в день субботний, встал и начал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дул Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. И, закрыв книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили «Не Иосифов ли это сын?». Он сказал им «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в своем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И он сказал «Истинно, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине, говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к овдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пороке Елисея. И ни один из них не очистился, кроме Неймана, Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свернуть его. Но он пошел среди них и удалился. Он прошел среди них и удалился. Друзья, дорогие, мы начали с вами чтение слова в это заключительное рассуждение и прочитали небольшой отрывок. Апостол Петр говорит, он для вас верующих драгоценность. Друзья, дорогие, и хорошо, если мы в своей жизни имеем эту драгоценность. Имеем эту драгоценность. Хорошо, что мы нашли эту драгоценность. Братья и сестры. И знаете, я хотел вам признаться, я хотел вам признаться, я тоже всю свою жизнь хотел найти драгоценность. Может быть, я, конечно, и сейчас этого хочу, как ребенок, выйти куда-нибудь, ткнуть лопатой, и там клад. Блаженство. Какое блаженство. Друзья, дорогие, вышел я в огород, перепахали мы огород весной. Дождь пошел. После дождя засветило солнышко, и я вышел на тропинку, где была перепаханная земля, и смотрю, блестит кругляк желтый. Я говорю, господи, неужели ты меня посетил? Поднимаю этот кругляк, поднимаю этот кругляк. Написано, три копейки. 1949 год. Я, конечно, удивился первым моментом, что откуда он там взялся в моем огороде. А второй момент, почему он такой желтый, почему он такой желтый, почему он блестит на солнышке. Видимо, в то время из другого металла делали эти деньги. Братья и сестры, а теперь вопрос, скажите, если в огороде найти три копейки, будет ли это означать, что это драгоценность или нет? Да, наверное, нет. Потому что к драгоценностям так легкомысленно не относятся. К драгоценностям, драгоценностями по огороду не разбрасываются. Драгоценности лежат и находятся в укромных местах. И к драгоценностям у человека сформировано изначально, из поколения в поколение, особое отношение. Ему уделяют особое внимание, потому что это не пустой металл. Это нечто какое-то непонятное, непонятное. Не знаешь, куда его применить. Это что-то сверхценное. Друзья, и вот здесь в послании Петра нам апостол Петр говорит, он для вас, верующих, он для вас, верующих, драгоценность. То есть, к Иисусу Христу, дорогой брат и сестра, дорогая душа, у тебя должно быть определенное отношение. Отношение, которое не идет вровень с тем, что тебя окружают в этом мире. С какими-то вещами, предметами или другими ценностями этого мира. Он для тебя вечная драгоценность, наиважнейшая драгоценность. Это твой Бог, который отдал для тебя жизнь свою, чтобы ты имел спасение. Но, друзья, обратите внимание, второй текст, второй текст. Иисус Христос пришел к Своим. В синагоге кто собирались, верующие или неверующие? Братья и сестры, верующие. И эти верующие открыли книгу закона, открыли пророка Исаию. И Иисус Христос читает, «Ныне лето Господне благоприятное. Я пришел дать слепым прозрение, пленным освобождение». Друзья дорогие, ну вот интересная, интересная реакция. Когда Иисус Христос читает о том, что Он пришел дать пленным освобождение, слепым прозрение, умиляются их сердца, и они радуются, «Господи, неужели это и к нам? Неужели это для нас? И у них воодушевление?» А вот когда Он сказал, что у вас нет веры, чтобы принимать Слово Божие, и не принимается никакой пророк в своем Отечестве, они заскрежетали сердцами. Братья и сестры, знаете, я бы хотел провести определенную параллель, небольшую параллель. Очень часто в жизни каждого из нас так бывает. Когда Иисус Христос, Он несет что-то приятное для нас, мы говорим, «Благословен Господь! Благословен Господь! Он любит меня, Он участвует в моей жизни!» Братья и сестры, А когда Господь, Он через какие-то обстоятельства показывает на мою сущность, как я реагирую? Друзья дорогие, как я реагирую? Я реагирую, как эти люди в синагоге, которые заскрежетали сердцами, которые взяли Его и повели на вершину горы, на которой был построен город, чтобы свергнуть Его? Или я соглашаюсь и смиряюсь? И я выполняю то, что хочет от меня Господь, потому что Он для верующих, Он для верующих драгоценность. И это не значит, что что-то я принимаю от этого человека, от Иисуса Христа, а что-то не принимаю, что-то хочу слушать, а что-то не хочу слушать, в чем-то хочу проявить участие, а в чем-то не хочу. Друзья дорогие, если Он для меня драгоценность, братья и сестры, будет и отношение особое. Просто подчеркнуть мысль, друзья, просто подчеркнуть мысль. Однажды сломался лифт. Лифт сломался не у простого человека, а у Аман Гумира Чатулеева. И вот вызвали меня, просят починить лифт. Я поехал туда на заявку, поднимаюсь по лестнице с сопровождающим меня человеком. Это простой человек, простой работник, лифтер, который там наблюдает за работой этого оборудования. И я, знаете, ну как-то мы разговаривали, то есть, что такой шум подняли, ну там зачем так много лишнего, можно было бы это все по-другому сделать, спокойней. И я позволяю себе такую ироничную фразу. Много шума из ничего. Братья и сестры, хорошо, что мы были двоем. Воздух наполнился тишиной, очень-очень ужасной тишиной. Я даже растерялся. И этот человек несколько секунд помолчал, а потом говорит, он достоин. Братья и сестры, и я понял, что язык мой, мой враг. И может быть, я сказал что-то лишнее. Друзья и дорогие, когда у нас есть драгоценность, когда у нас есть драгоценность, у нас формируется определенное отношение к Нему. Если мы говорим про Иисуса Христа, к Его словам, к Его действиям, к Его намерениям, братья и сестры, и эта драгоценность, она должна управлять моей жизнью. Она должна направлять меня к тому, что для Него ценно и важно, если Он драгоценность. Друзья дорогие, Он пришел в синагогу, начал проповедовать, что сделать мне, если этот человек для меня драгоценность. Послушай и исполни, что Он от тебя хочет. Но, друзья, очень часто бывает совершенно наоборот. Мы мы воспринимаем в штыки Слово Божие и показываем, что Господи, Господи, Ты драгоценность для меня. Да, иногда, когда мне это удобно, а когда неудобно, Господи, извини. Братья и сестры, обратите внимание, обратите внимание, когда человек, нашедший сокровище на поле, понял, что он нашел, какие его действия были. Друзья, дорогие, какие его были действия, братья? Все продал. Братья и сестры, все продал. Человек, который нашел изысканную жемчужину, какие его были действия? Братья и сестры, все продал. Все продал. А теперь, друзья, дорогие, еще один вопрос. Задумайтесь, представьте себе вас, вашей обыденной жизни. Вы нашли сокровище на поле. Вы готовы все продать? В буквальном смысле этого слова. Продать свою машину, продать свою квартиру, продать свои вещи, чтобы приобрести это сокровище. Братья и сестры, вы готовы? Другой вопрос. А как тогда изменится ваша жизнь, если вы это сделаете? Друзья, дорогие, когда я нахожу сокровище, моя жизнь, она кардинально меняется. Я, я подчиняюсь уже не себе, не своим желаниям, не своим каким-то пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо в этом мире. Я подчиняюсь этому сокровищу. И если мы говорим про Иисуса Христа, то это то благословение, то сокровище, которое даровал нам Бог свыше, чтобы нам его взыскать и нести, храня в сердце своем, всю свою жизнь. Друзья, последняя мысль, на которую бы хотел обратить внимание. Заметьте, когда люди услышали то, что им было неприятно, когда они заскрежетали сердцем, они взяли его и повели на вершину горы, чтобы сбросить его оттуда. Что происходит? Братья и сестры, Иисус Христос удаляется от таковых людей. Друзья, дорогие, очень серьезная и важная мысль, очень серьезная и важная мысль. Если я в своей жизни противлюсь Христу, если я в своей жизни от Него отворачиваюсь и пренебрегаю им, друзья, дорогие, Господь удаляется от таковых, и человек остается без Христа и без спасения. Друзья, дорогие, благословил бы нас Бог, благословил бы нас Господь, чтобы милостью Его мы понимали, что Он для нас верующих драгоценность. Что Иисус Христос это та драгоценность, которая отдал свою жизнь для нашего спасения, который претерпел страдания и смерть на Голгофе ради нашего спасения, ради твоего и моего спасения, дорогой друг, дорогая душа. Что Иисус Христос это та драгоценность, которая сегодня желает быть центром нашего внимания во всех аспектах нашей жизни и дал бы Бог, чтобы мы с трепетом и благоговением относились к Его милости. Братья и сестры, мы помолимся, мы помолимся, мы поблагодарим Господа за ту милость, которую Он оказал, пострадав за нас и даровал, что даровал нам спасение. Мы поблагодарим Господа за ту милость, что Он не погнушался никем из нас и даровал прощение грехов. Мы поблагодарим Господа, что любовью своей и милостью своей Он стал нашей драгоценностью, чтобы нам в своей жизни с трепетом и благоговением нести эти близкие добрые отношения во всех обстоятельствах жизни. Аминь. Помолимся. Спасибо.